Ответный удар, да? Эпизод Первый Миротворец. Оно? Это я должен начать. Ещё подумаю, как сократить фразу. Внимание! Все события имена и фамилии являются выдуманными. Любые совпадения считают случайными. Авторы не несут никакой ответственности за возможность совпадения. Хороший дисклеймер. Эвертон? Я помню, в армии у меня постоянно были проблемы, что у меня что-то не подгружалось, что-то какие-то модельки не устанавливались, что-то меня крашило постоянно. Когда пацаны там свои миссии создавали, вот эти говно не делали. У меня есть друг один, который просто жёстко угорает в армии. И он пытался меня во всё это втянуть. Мне просто тяжело было в этой игре. Так, тазодрочеров в расход. На, тазы тоже в расход. Тут проект Ксюша и проект Вика и проект Михаил. С этим проблем не будет, товарищ главнокомандующий. Товарищ. Так точно. Разрешите выполнять? С поставками водяры проблем не будет. Спасибо, Михаил Сергеевич. Михаил Сергеевич. Эрмедия. Реталейт. Реталиэйшн. Реталиэй... Атон? Нет, пуза хватит. Над деканом мы уже пошутили. Отставить разговорчики. Кадетская школа. Начинаемся. Раз, два. Тупо к одесской школе. ГЛАП мультимедиа. Или что это за буква? Ну, по-моему, ГЛАП. Пошел. Пошел. Шмальнем. Гидравлика в норме. Благодаря таким помощникам, как вы, наши внуки будут говорить по-русски. Теперь войска советов стоят под боком нашего испытательного полигона на Малдене. Вы меня понимаете? Табил, мои люди переборщили. Можете передать в центр. Через две недели на острове будут наши войска. Это вообще какой-то кайфарик в гавайской рубашке. Жестко. Неужели в натуре, вот, когда кто-то кого-то берет на работу, он прям ебать жестко проверяет, там, пробивает по всем базам? Или, типа, они судимость какую-то нарисуют, или что? Никогда не понимала этого выражения. Что, если ты, типа, где-то обосрался, то тебе об этом весь мир узнает. Это че? Квантовый прыжок? На Миге? Или что это? Че, у Америкосов Апачи у нас Миги, да? Или Мига это самолет? Либератор это снимает, бежит. Какой-то видос мне сегодня в этих... В Ютубе выдало, в Релейтедах. Где чел Олимпиаду снимает, оператор просто хуярит за бегунами этими. Тут, видимо, то же самое. Внутри-то понятно, гоупро нацепили. Погнали. Или на телефон. Тупо-тик-ток. 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 У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Товарищ капитан, старший отряда лейтенант Сидорчук. Че произошло? Ваше место назначения в Тироне. Отправляйтесь с этой колонной. Есть. Все по машинам. Живее, шевели поршнями. Неужели геймплей сейчас начнется? Так, ну вроде шевелим. Загружаемся. Как будто сел фильм смотреть вот какой-то по НТВ. Просто катсцен за катсценой. Шаг от сцены закончится, типа, может быть, я должен, как это, бутылку о баллоне, там, о край корабля разбить, так сказать, первое плавание запустить. Это этим же я занимался. Точно тем же самым. О, и этим тоже я занимался. Первый день на острове. Говорили, что здесь будет жарко, и оказалось... Нет, климат такой же, как и в Саратове. Завтра наш Летеха обещал сводить, покупаться. Эх, на городской бы пляж попасть. Тупо на голых мужиков поглазеть. Балдежь, тупо гуляй, рванина. Балдежь, тупо гуляй, рвань, 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 рвань. Че за токсик? Да угомонитесь вы, хары бусить, дайте поспать. О, а, я могу вертеть. Блин, это... Прям как в этом... Дым как вставить? Ладно, я же не лох, чтобы... Я забыл, на какие кнопки тут че происходит. Так, ну смерть на С, судя по всему. Я нажал С и сдох. Я хотел, типа, как терминатор, выпрыгнуть с тачки. Да меня вшотают прям одним патроном. Паркур. Ну, это вроде брезентовые. Ложимся. Пытаемся понять, куда шмалять. На 12 часов говорят, но я не вижу никого. О, убил? Блин, мужики, давайте. Блин, какими расстражаться. Да вы че, долбоебыш, что ли? Командир. Чтобы сдаться в плен, необходимо бросить оружие. Но мы не бросаем ведь, да? А, привет. Ну, походу, выбора нет. Русские, конечно, не сдаются. А, не настолько далеко. Пиздец, блядь. Че сюда повеяло душком армы? А, тут тоже цель? Мы окружены. Как бросить оружие? Я сразу хочу сдаться, да? Ну, сейчас мы хотя бы парочку заберем челиков. Астахов, уничтожь грузовик с боеприпасами, мы их не удержим. Астахов, это не я? Нет, похоже, я. Прикрывайся. Нет, Астахов ползет, уничтожает. Астахов справляется? Видео Астахова, переживаю. Я сразу пошел, когда я грузовик. Ну, нет, ну, что такое? Воевать не дают, просто не дают. Вот этого говнаря, который спамят, положим. Спамер деревенский. На, бежбан! Я пытаюсь уползти. А, черт, меня зацепило. На свину пойму. Мне бы дали снайперку, я бы вообще тут всех положил. Хорошо, хорошо. Бросил, бросил. Кто это говорит? Астахов, уничтожь грузовик с боеприпасами, мы их не удержим. Этого возьмем с собой. Этого? Потому что я оружие бросил. Мужики. У меня еще гранаты есть. Я могу, как в девятой роте. Чисто лухарь в кожанке с каким-то охотничьим ружьем. Пузанцев и Еремин больше никогда не будут ругаться. В это трудно поверить. То есть это вот об этом он думает в плену. Только как? У меня нет ни оружия, ни компаса, ни раунда. Компаса. Что же мне делать? Эх, был бы здесь сейчас Пузанцев, он бы обязательно что-нибудь придумал. Причем не по именам, а по фамилиям. Типа не Леха, там не Санек. Пузанцев? Заткнись на киеве! Абар, через 30 дней я вернусь, и мы решим, что с ним делать. А как смотрите, Вова, заставьте дополнительные паски по периметру базы. Тут царик, бон, заткнись, ты не сдохнешь. За пленного головой отвечаешь лично. Да, командир. Так, ну у нас какой-то пососняк один у него, типа, даже ремня нет, но он... У него как-то этой мушкой зацепилась там за форму и висит пушка. Блин, внешность у него не под речь, не под речь. Ему нужна борода и челка, типа, такая. Подобрать подкову. Так, ну, походу... Я, короче, стоял в этом домике, подошел к стене, там написано, типа, поднять подкову. Я поднял ее и оказался за стеной. Ну, я так и не понял, типа, что я тут должен сделать. Что-то, может, из-за своего могу ссоить. Взять М16. Взять гранату. Взять. Че, не ожидали, суки? Все, у меня теперь винтовка М16. Куда бежишь, чепушок? Так, ну, это мой шанс, да, похоже? Типа, у меня есть... Ёп твою мать. Вроде в таком не попрешь. Просто три гранаты летит. Хм... Хм... Ёх... ... Хм... ... куда мне их рвать-то серпантин сральник не фартанула я вообще не понимаю здорово братишка закончился бензин но я в выгодном положении потому что в этот раз я на горку заехал там за мной муравьев с бензичем подстава конечно не могли залить что-либо чтобы был хоть какой-то шанс главное пересечь вот этот хребет куда мне надо убежать-то как мне вообще квест мой посмотреть журнал кей-л м м это мап это камп но они же меня потеряли я уверен тебе чего открытый мир все я это пошел собирать свою эту свой день своих кувалдобойцев странно что он с оружием в руках бежит быстрее чем когда ружье за спиной плать меня в ротик что это за говно это тогда так и должно быть они меня чисто с собаками выслеживать ладно дадим бой нет не дадим их там просто тьма на меня в натуре отрабатывают и вы на блокпост надо какой-то либо я с этим обжиг там сейчас просто пососу членяку знает либо это пулеметная точка чистая и они спускаются чисто в этом желбе в этом так сказать углубление вот так вот все просто я там с пулеметом сижу как вист просто назад а может они остановятся там сапоги снять служивцев или чем-то такое я ушел опять за возвышенность это дает мне определенные преимущества предупреждающие выстрелы предупреждающие трупы если они так и продолжат бежать сколько у меня еще есть 31 60 получается ли если на каждого по 3 это 20 человек я смогу еще положить вы обжиг что-то вообще где-то вон там находится учиться сейчас начну подниматься мне бы в лесной массив добежать вот дейзи какой-то начинается лютый я просто не понимаю с кого я играю совет блокпост скорее всего мне надо было на совет блокпост идти для сколько там один два три четыре пять шесть семь восемь девять десять там десять на некомфортно себя чувствую блин они пока я стою и выцеливаю они же двигаются ну ты блин вот я вчера в dying light играл там все типа квесты на знак восклицания естественно я бегу на знаки восклицания как новый обжиг то есть что-то имеет при себе это здание как минимум там можно будет попробовать с окошечка отработать релменка на самом деле военные амуниции чтобы прыгнуть и ноги и колени и спина у тебя все прыгнуть в броники там сузака наверное что это такое совсем какой-то балдуете по макушке так что прыгать не прикольно если это и военный чё ну типа хотя мне палец на курке вроде не держит вот церковь что ли тут тоже ничего нет в обжект оказался русская защита вокруг меня начинают летать маленькие иконы которые ловят пули ну-ка хоть по морю пробежимся едить меня в очко господи во миру убереги меня от пуль дай мне еще два ваншота семнадцать патриков господи там явно не 17 человек я им как будто реально поднасрал чем-то ранили я не сдамся блин в натуре вот бежал бы я из плена я бы ху так хуярил чё я не умею плавать ну чуть-чуть братан чё с тобой происходит то война способ развязывания зубами политического зла который не поддается языку и но существуют люди которые языком могут узлы такие щит here we go again так подкову подбираем кулак заряжаем выходим наворачиваем по черепу берем гранату раз гранату два побежим на совет bootcamp так я так понимаю карамбе так понимаю зеленый это лесной массив Ну что тут можем на разврате, типа, разменять с пацанчиков наших братишек. Нет, не будем мы этим заниматься. Побежим в совет буткемп. Надеюсь, они тут на бананах поподскальзываются на этих... На склонах и просто помирают все. Растяжку бы какую-нибудь из гранаты сделать. Нее! Чуть себя не убил. Так, ладно, гранаты, значит, в моих руках не самое эффективное оружие. Поднимайся, давай, посползай, чел. Кто это сказал-то вообще? В принципе, вот когда вот такой холм... А, типа, волнами, то преимущество у меня, опять же. Меня вроде даже не чезят, а... Два бомжа? Третий бомж. Стой, кто идет! Свои! Свои! Потом будем разбираться, свои или нет. Стоять на месте! Капец, вы в курсе, что у вас там где-то метров 200 и у вас вражеский лагерь там? Некоторое время спустя база боевиков квадрат не 76. А че они труп убрали, который я подковой размутил? Мы все-таки спалили, мы спалили местоположение. Гадюшник. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Ну, тупо саянара. Мне так нравится, когда дома, типа, подкупаются снарядами или танками, они такие... Как в какой-то игре для детей, типа, там всегда рисуют кривые окна, кривые дома. Верно, на блокпост миротворцев. Ну, че, так захотелось в колду опять какую-то поиграть. Ну, какую колду меня потянет? Modern Warfare 2 вряд ли. Может быть, в какую-нибудь древнюю колду поиграть? Че, до Modern Warfare была, вообще существовала колда. Там где-то Гитлера надо было убивать в какой-то колду, я знаю. Хочется именно от этого шутерского экспириенса. Оуу, гачи бас! Я тебя сам подвезу, не боись. Фистинки. 300 баксов. Вот только отпустит ли меня командир в горы на ночь глядя? Я тут уже успел и в бою побывать, и даже в плену. А, это я, что ли? Зверь, потому и хочу с тобой серьезно поговорить без свидетелей. Это он меня зовет к себе? Из робкого десятка. Тебе можно доверять. Знаешь? Откуда? Медведь знакомый рассказал. А этот медведь из своей винтовки по бочкам случайно не стреляет? То есть в бочках было горючее, которое мы... Которое, точнее, медведь шмальнул. И эти бочки с горючим стояли снаружи. Теперь зовет меня в гости для серьезного разговора. Гарантирует безопасность и даже сам привезет обратно. Исключено. Хотя и очень соблазнительно. Действительно очень соблазнительно. Если он не врет, накроем всю свору одним махом. Товарищ лейтенант, разрешите сходить. Пойдем вместе. Что вы все на рожон лезете? До поворота тебя подкинет Левашов на УАЗике. Ему по дороге. Есть! Балдеж. Нам предстоит встретиться с лесником. Так, блокпост. Мы здесь, да? Он меня подкинет до вот этого поворота, потому что больше поворотов я не вижу. Вернуться на блокпост на 22-м. Погореть с лесником. Понятно. Что с амуницией? Калаш, 6 гранат, бинокль ПНВ. Погнали. Я думал, что уже все, хана. Особенно, когда они на нас поперли из леса. Вот и мне страшно. Кручу баранку, а сам жду выстрелов. Я видел, что осталось от вашей колонны. Никогда не забуду. Неужели я настолько страшен? Я им наш конвой еще припомню. Прижми педаль, братишка. Прижми педаль. На том самом банане? Сейчас 6.15, да? Ну, плюс-минус 6.16. В принципе, до 10-ти нормально. Можно погулять, походить. Ладно, по дороге ходят только лохи на самом деле. Там, походу, медведь насрал. Что это за звук? Что случилось? Прессуют, что ли, лесника? Положили, братана. Это он для себя. Лесник уже ничего никому не расскажет. Необходимо захватить в плен лидера. Пострелять его хранцам, чтобы они поняли, что ли ваш главарь вам нужен живым. Взять языка. Так. Здесь он меня не видит. Так, мой клиент по центру стоит. Стоять! Оружие на землю и руки на затылок! Мне казалось, я ему в голову дал. Доставить пленного. Он, он типа на чиличах, да? Он меня там не попытается. Так, ну я вроде отроллил плеер, но отроллил нормально вроде как, да? Бинокль посмотрел. Так сказать, цель свою заспотил. Цель остановил. Говорят, ли мне надо делать это еще раз. Стоять! Оружие на землю и руки на затылок! Я думаю, лучше засесть в доме, чтобы челы меня не отшмаливали оттуда. Так, тут где-то должна быть снайперка дедовская. Где она? О! У тебя будет, если ты никого не встретили. Пошли. А что, нельзя? Давайте, подайте пуху его посмотрим. Ля какой, ля! Па! Па! Стреян! Ну вообще, сказали, на рожон не лезь. Я уже замочил четыре, взял какого-то главаря. Ага. Вижу тебя ушлепок. Па! Почему? Типа, чел. Ты что-то попутал. Не ты меня сфоражаешь, а я тебя. Говорю, куда ты должен пиздавать. Вот ты туда идешь. Да-да-да. Уж лепанец. Я могу ему шмальнуть в пятку? Чел, ну у тебя проблемы какие-то или что? Я с тобой п не шутки шучу. Ползи теперь давай. До моего аванпоста, говноед. Полтора километра на пузе. Давай-давай. Я, короче, зря это сделал, походу. Может быть мне просто идти, и он сам разберется. Отсосать пулю. Блин, а третьего лица поприкольнее, кстати, играть. По горам, по полям. Ну полтора километра, конечно, без машины, без какого-то либо транспорта. Это они мощно загнули. Могу ПНВ включить. Он сбежал. В смысле, он сполз, если только сбежать. Он никак не мог. Кстати, на стриме гораздо приятнее, но у меня сейчас глаза вытекут. Ну надо РМК делать. Видимо, не доползет вообще никак. Он тупит в лесу, не хочет идти по прямой. Тебе это, говноед. Куда он мог? Он не мог далеко уползти, никак не мог. Я, короче, прострелю, если найду ему бошку и его же револьвером. Где этот гусениц? Может быть я на тракторе могу просто погнать? Скорее всего. Что-то я трактор-то не чекну. Я же могу на нем ездить. Он не мог далеко уползти, он просто не мог. Он тут тупил в трех елках. Он лежит яйца. До какого хера, блин, он сбежал? Как он мог сбежать, если он был пробит, так сказать? У него фиксировано пробитие было. А если я один добегу, мне что скажут заново, ебашь? Иди ищи его, типа. Может он отъехал просто? Отъехал, его съели ежики. Вот выкрутился из ситуации. А, стоп, а от него он там лежит? Это же он. Склад мертвых Ясхар. Живым никак не получилось. Но он бычил, что-то я его и чпокнул. О! Снять охотничье ружье? А почему бросить калаш? Ну это Ясхар, да? Стоп, его тут вообще нет. У них у всех XM, и так. Это дефолтные бомжи. Ладно, значит он... Сегодня его день смог, он смог. 1-1 по пленным, так сказать. Я смог выбраться, и он смог. Меня это устраивает. Ну куда, насколько далеко, вот, по реальной ситуации... Не, я надену ПНВ, потому что на стриме вообще не видно. По реальной ситуации, насколько далеко чубрик может уползти вообще. Что он притворился? Ну я же не притворился, что я попал ему в ногу. Не, ну, кстати, если я добегу и скажу, что я... Твою мать, это кто? Ну это не мои братики, да? Тогда можно объяснить тем, что его найдет его патруль. И они его засейвят. Сука, да, тут никак не... До того, что он в лесу мог просто задохнуть от потерь крови или еще что-нибудь. То, учитывая, что тут такие патрули есть. А вот это что за место? Там я могу что-то взять и поехать? Пока никакого транспорта не вижу. Да, прям какая-то бестранспортная история. Полтора километра. Я столько без амуниции-то не уверен, что могу пробежать. Ну, чел, видимо, у нас нормально прокачан. В плане физухи. Твою мать! Так, ну вот и рестарт, кстати. Подъехал. Охренеть, так они лежат там уже. Типа, с надроченным. Бам! Ястреб сбит, ястреб сбит. Ну, нет. Оружие на землю и руки на затылок. О. Я его, кажется, опять подбил, но теперь он в кайфах вроде как. Встал. Я взял охотничье ружье. А че они так быстро уже приближались? Три чела уже. До этого их не было три. Ааааааааааааааааааа. Стоять! Оружие на землю и руки на затылок. Жалко, я не могу нести и калаш. И типа ствол. Тебя, сволочь, будет лучше, если мы никого не встретим. Пошли. Служа 100. Служа 100. Телефоп. Служа 100. тема друг 5 сбежал дох не могу понять он стоит справа от меня действительно тут стоит а как он может за мной пойдет типа я сейчас я за ним перестаю следить он начинает куда он втопил то опять пути он все во все тяжкие пропустился он просто бежит в толпу в город в компаунд свой стул что быстрее бежал может быть чревато пробитием моих жопок надо чтобы он именно за мной следовал балдежно быть крысы которые просто упал я уже видел этих говнорей в лесу я видел как там жбан промелькнул вылезай пусть бой мы не могу уйти пока он жив домой походу убежал на твари на глазах пьяна а ты опять пьяна сука беги почему он не мувуется быстро он же может в тот раз в топе лаще как сукан я буду держать его на мушке чтобы он пугался он боялся нам нужно поэтому горному хребту вот он опять что-то начинает куда-то в бока уходить еще потом куда-то теперь он но он все равно криво шагает куда-то пленник не знаю как его напугать может быть рядом с ним прошмальнуть вебочка включилась хотя я и и инсерт не не нажимал кстати не нажимал повезло что я не в трусах хотя меня не видно повезло что я одетый вещь нужно особое приглашение да это один из тех дрочил чё у меня все какое-то контрастное стало теперь чё нажал какой-то режим чё у меня земля такая лютая в иллюминаторе так ведение боя в лесу одно из самых уебанских если шо гля на него гуляет он гуляет дать заряженный автомат у меня нет я могу могу дать этот револьвер нет не могу дать у меня его не подобрал походу пойдем возможно в этой миссии я должен быть аккуратен просто вот так вот тоже как он идти а у меня нет револьвера я его забыл подобрать если бы я знал что это миссия я думал мы будем типа на войне там с братками там пу 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 если я туплю то они все замутят за меня а тут я и капитан прайс в панамке свои хуярим просто почаще пятьдесят метров он в пятидесяти метрах от меня зад в строй ему как будто я как будто как-то запретил ему бегать типа приказ следи за этим гадом работу он у меня точно не заберет стакалит что надо полтора километра идти полтора часа можно затриггерить на и ну как это вообще слева откуда ты взять языка я жму е и бегу при этом это странно я на максимальной передаче бегу что ли тапки в пол вставай сука что он меня с револьвера почему он у него типа яйца появились за все мои траи у него теперь свое видение вся эта ситуация он понимает что я не могу его довести он бычет в ответ он меня раскусил он понял что я лох что я салага просто ефрейтором кто-то там оружие на землю и руки на затылок они вдвоем они вдвоем встали если я ему дам винтовку он же не будет своих братков шмалять за меня так сказать людей они уже бегут сюда у тебя будет лучше если мы никого не встретим пошли г-1 г-2 г-2 гр-1 г-2 его г-2 План миссии обновлен. Так, ну мне теперь надо вернуться, да, я так понимаю, хотя бы. Типа выкинуть, а я... Да пошелкино. Ну не могу я его привезти, там 30 тысяч говнорей с автоматами меня встречают. Отправили ефрейтора на задание, называется. Попускать целую армию. Но мы теперь в терьме, по уши, но я хотя бы жив. Геймплей продолжается. Я, кстати, не признался, что это я его чпокнул.